Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас на канале Хаусмастер. В этом видео хочу рассказать о небольшом приспособлении для работ по дому. Не для всех, конечно, работ, а связанных с электричеством. Если необходимо подключить новую люстру или светильник, заменить переставшую работать розетку или найти обрыв в проводе удлинителя, то вам понадобится и поможет индикаторная отвертка или тестер напряжения. Среди всего многообразия данного инструмента я остановлюсь на тестере, полученном с Алиэкспресса. Стоимость этого инструмента, девайса, порядка одного американского доллара или 60 российских рублей. Стоит практически ничего, а для домашнего использования очень и очень пригодится. Поставляется, как мы видим, в таком блистере. Распакуем и посмотрим, что он из себя представляет. Тестер, как мы видим, небольшого размера, сопоставим с размером обычной шариковой ручки. Сзади есть клипса для ношения его в кармане. Корпус полностью неразборный. То есть разобрать, конечно, можно, но точно не стоит. Наконечник тестера имеет форму, как у отвертки, но использовать его в этом качестве также не стоит. Тестер имеет дисплей, как мы видим, и две ненажимные кнопки, которые требуют только вашего прикосновения. Верхняя кнопка – это «Директ» для определения напряжения контактным способом. Нижняя – «Индукцион Бэкпоинт» для поиска фазы бесконтактным. Предназначен данный тестер для проверки напряжения в сетях постоянного переменного тока и определения фазы нуля. А также для поиска обрыва в цепях переменного тока бесконтактным способом. Тестер работает без батарейки. На тестере всё. Перейдём к практическому применению. Итак, произведём проверку в сетях переменного тока. Начнём с контактного способа. Берём тестер и прикасаемся пальцем к верхней кнопке «Директ». И касаемся наконечником тестера контакта розетки. На дисплее появляется ряд чисел, и последний, как мы видим, максимальное значение – 220, что показывает наличие на этом контакте напряжения величиной 220 Вольт. То есть на этом контакте располагается фаза. Тем же способом проверяем другой контакт. Сейчас на дисплее последнее значение – 12. Это значит, что на контакте располагается 0. Для того, чтобы перейти к бесконтактному способу, зажимаем нижнюю кнопку «Индукцион брэкпоинт» пальцем и подносим наконечник тестера либо к розетке, либо можно к изолированному проводу под напряжением. Как мы видим, при приближении к розетке на дисплее тестера появляется символ молнии, что означает наличие здесь фазового напряжения. Используя эту функцию тестера, можно искать место обрыва провода под изоляцией. Для этого нужно провести тестером вдоль всего провода под напряжением и в том месте, где индикатор потухнет, и будет искать место обрыва. Использовать такой способ для поиска скрытой проводки в стене с помощью этого тестера точно не стоит. Чувствительность тестера очень невысокая, и с данной задачей он не справится. Подытоживая все вышесказанное, за небольшие деньги мы получили инструмент, с помощью которого контактным способом можно определить фазу и 0, а бесконтактным способом определить наличие напряжения в проводке и найти место обрыва. Думаю, что для домашнего мастера тестер точно не будет лишним. Подписывайтесь на мой канал, поддержите лайками, а всем комфортной и, главное, безопасной работы.